Армян призывают не разрушать Карабах. Российский архитектор призывает международное сообщество обратить внимание на проблему сохранения армянского культурного наследия на территориях, перешедших под азербайджанский контроль в Карабахе. Армения должна бить в колокола и кричать со всех возможных площадок о необходимости сохранения культурно-исторических памятников на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, чтобы сохранить хотя бы часть из них. Об этом в беседе со спутник Армения заявил почетный архитектор России, профессор Московского архитектурного института, Марх и Никита Шангин, недавно побывавший в Армении. Специалист также посетил Нагорный Карабах, лично убедившись, что армянские памятники и кладбище на перешедших под азербайджанский контроль территориях разрушаются. Армения и Нагорный Карабах в одиночку ничего сделать не смогут, но армянская сторона должна проявлять активность и перестать придерживаться исключительно оборонительной позиции, уверен эксперт. В этом вопросе велика роль армянской общины, представители которой могут выйти на улицы всех городов, в которых они живут, с единым требованием, спасти культурное наследие. Шангина хотя не удивляет информацией об осквернении и разрушении армянских храмов, он все же надеется, что негативные процессы будут не столь стремительными. Но армянам однозначно придется отстаивать свои архитектурные памятники, поскольку доказать факт разрушения при помощи современных технологий, через те же спутники, достаточно легко, то азербайджанцы взяли на вооружение политику присваивания памятников и формирования мнимой связи между Азербайджаном и Кавказской Албанией. Как это делается в случае с монастырскими комплексами Дадиванг и Гандзасар, которые Азербайджан называет албанскими и пытается присвоить. Армения должна перехватывать инициативу и объяснять, что азербайджанцы имеют к наследию Кавказской Албании такое же отношение, как мексиканцы к японцам, отметил эксперт. При этом архитектор провел параллели с Ираном, который, в отличие демонстрирующих чудеса вандализма Турции и Азербайджана, делает и все, чтобы армянские архитектурные памятники сохранялись, добиваясь присвоения им статуса мирового культурного наследия. По его убеждению, иранцам свойственно уважение к чужой культуре, поскольку их собственное насчитывает тысячелетия. Ранее стало известно, что азербайджанцы разрушили армянскую церковь Зорова-Рсурпаства Циацин в Мехаковане, Джабраиле. Как сообщала Национальная комиссия Армении по ЮНЕСКО, армянская церковь была полностью разрушена после того, как перешла под контроль азербайджанцев. Эта же церковь подверглась вандализму в ходе недавней военной агрессии. В частности, 16 ноября 2020 года азербайджанские военнослужащие осквернили и частично разрушили ее, снесли установленный на ней крест. В начале марта стало известно, что азербайджанцы частично разрушили зеленую часовню, Канаджжам, СВ, Аванисам Кртичча, в Шуши снесли памятник Аванесу, Ивану Тивасяну. Кроме того, во время войны храм Казанчеция Отсу СВ, Всеспасителя, в Шуши дважды подвергался обстрелу. Позже азербайджанцы под предлогом реставрации храма сняли с него колокола.